Всем здарова народ, с вами Варчик. Очередное видос, где я разбираю ошибки в реплеях, которые вы мне присылаете. Итак, вот у нас реплейчик, у нас имеется взвод из трех человек, девятки в топе против восьмерок без арты. Танк, на котором человек играл, с крепкой башней, хорошей пушкой, все у нас хорошо. Также еще по оборудованию и снарядам. Видим, что ББшек много, голды немного, но в целом 7 голдинок есть, это хорошо. Меньше точно не нужно, потому что ситуации случаются разные. Также у нас есть еще огнетушитель, это неплохо, что он большой, это лучше, чем ничего. Если экипаж не особо вкачанный, то лучше кататься с ним, потому что если экипаж там без пожаротушения и так далее, гореть мы будем долго и ярко. Также еще у нас имеется маленькая ремка-аптечка, что не очень хорошо в нынешнем рандоме на медленных тяжах, потому что арта будет засыпать, все будет сыпаться и ломаться. Большие ремки-аптечки, конечно, дороже, но пользы с них очень много, потому что они, во-первых, пассивно дают нам и скорость ремонта, у нас ремка дает большая, и аптечка дает нам меньше оглушения от арты, мы получаем, потому что она у нас просто есть, даже если мы ее нажимать не будем. Также еще экипаж будет чуть меньше умирать, то есть большая аптечка сейчас очень важна против арты, но, конечно, это все затраты по серебру, можно, в принципе, и на таком вывозить. Но, в целом, видно, что подготовлены хоть как-то маломальски к бою, и что мы видим в бою. Сейчас у нас будет происходить долгое и не очень интересное стоялого и перестрелка с пикселями вражеских башенных танчиков, которые будут башенки свои высовывать, и мы будем в эти пиксели смотреть полбоя. Итак, в чем вообще суть этого видео? Данный игрок играет неплохо, выше среднего, но есть еще куда расти очень далеко. Очень далеко еще можно расти и развиваться в плане скилла игрового. И в этом бою будет видна вся разница сильных топовых игроков от средних вроде бы нормально играющих. Видим, что человек просто стоит и целится по этим башенкам, особо ничего не происходит. То есть, никак не форсирует скорость события игрок. Он стоит от башенки, его ничего не напрягает, он никого не напрягает. Сами враги вылезут, тогда начнется что-то в бою. И это самое главное различие между средним игроком, даже нормальным и хорошо играющим, от очень сильных игроков. Потому что они редко форсируют события. Потому что, возможно, в силу своего опыта, пока они были новичками и слабыми игроками, они уже в какой-то мере, специально остановил реплей, в какой-то мере они уже нафорсировали события, настолько, что устали ошибаться. И поэтому они занимают хорошие позиции и просто аккуратненько их разыгрывают. Но, если игрок хорошо играет и уже прошел этот этап середины, это очень важно не остаться в этой середине, не придумать себе какие-то там отговорки, что вот там типа я лучше не смогу играть, потому что там типа даже не хочу начинать говорить почему. Там то подкручено, то серебра жалко, то еще что-то. Но на самом деле этот шаг, он очень простой в плане, как его выполнить, и очень сложный в плане заставить себя. Потому что, вот мы слабый игрок, и наша задача какая? Освоить игру, понять какой у нее геймплей, как в нее играть, фишки, что лучше делать в бою, чего лучше не делать в бою. И пока мы в начале ездили и ошибались, мы уже со временем переросли в среднего игрока, и перестаем ездить куда попало, чтобы не ошибаться. Вот наш игрок уже перешел к среднему скиллу в игре, и перестает ехать куда угодно, чтобы не сливаться. Он приехал в позицию, все стоит, все хорошо. Но, чтобы сделать следующий шаг, и стать еще более сильным игроком, ему нужно опять вернуться к стилю игры новичка, но без ошибок. То есть, наоборот, опять нужно начать форсировать события, но нужно правильно, в нужную сторону, и без ошибок. Вот вы видите, у нас сзади фланг продавили, по миникарте видно, большое красное пятно едет. А мы стоим, перестреливаемся с чуваками, которые стоят от башенки, они ничего не делают. Они не влияют ни на что. Очень часто бывает так в бою, что вы перестреливаетесь, или играете против того, кто ничего в бою не решает. Они просто стоят, они никуда не поедут, а если будут ехать, им понадобится много времени. И, скорее всего, когда они будут переваливаться, могут получить выстрел. И здесь достаточно буквально одного-двух танков, а не полкоманды. А вот здесь, пока пацаны умирали, никто их особо не разменял, потому что здесь сколько танков ехало, столько дальше поехало. И это по карте никто не увидел. Посмотрите, 55-го в зоде, 55-го в зоде. Конь мог здесь сам постоять, или 55-го постоять. Они могли перетянуться, поехать, разменять. Тут два пацана умирало. Разменять, пострелять сюда, и спокойно вернуться сюда. Вот эти ребята никуда не исчезнут. Они как там стояли, свои ноздри из-за холмика показывали, так они и будут стоять. И здесь сразу видно, что это взвод средних, нормально играющих людей. То есть, они просто приехали, они начальный этап уже перешагнули, они не поехали упарываться, куда попало сливаться. Вроде бы пытаются адекватно, аккуратно отыгрывать. Все вроде бы хорошо, но почему нужно было поехать, разменять тех парней сзади? Потому что, посмотрите, по очкам прочности вверху, мы очень сильно проигрываем. И по счету в бою мы тоже начали проигрывать. Все потому, что пока челики поехали на фланг, мы даже не разменяли их хп. Они бесплатно умирали, на них куча танковых выехала и просто бесплатно убила. Это нужно все видеть, и по карте нужно двигаться. А стоять, смотреть в людей, которые просто ничего не делают и ничего не решают, смысла в этом немного. Да, вы как бы стоите в позиции, все хорошо. Сейчас я даже на паузу не нажимал, но могло показаться, что как бы на паузе реплей, но на самом деле нет. Это все хорошо, но как бы мы не делаем ошибок. Но как бы мы и не тащим. А десятая минута, уже как бы 5 минут боя прошло. И только вот сейчас враги начинают там потихоньку куда-то переваливаться. И то так перевалились, ой, что-то не хочу, поеду назад. И мы наносим всего лишь вот 2 урона за бой. Сейчас только оттянулась 1.55 назад там. Мы дальше стоим, вперед смотрим. И это самая большая разница. Что хороший игрок, он начинает спешить, форсировать, прям нагнетать обстановку, душить врагов. Он знает, куда поехать. Видит фланги, видит всю карту. В этом бою вы еще не один раз убедитесь, что данный игрок не видит всю картину боя целиком. Вот сейчас немножко оттянулись танки назад, там 55, туда-сюда. Немножко задефили этот фланг, но уже центр поддавили и это убили. То есть, пока танк возвращался сюда и чуть-чуть помог здесь, он уже не успел помочь здесь. А эти игроки, которые здесь у нас в позиции стоят, они до сих пор смотрят в этих челиков, которые никуда не делись. Даже если бы они поехали вперед, это бы заняло времени столько же, сколько бы мы потом вернулись назад. И даже если бы оставили здесь один танчик. тем более играя во взводе. А хорошо играющий игрок, он и сам это сможет сделать. Вернуться, отстрелять там и после вернуться опять сюда. Либо же просто поехать убивать этих людей. То есть, нужно что-то делать с самого начала боя. Мы просто стоим и смотрим на про... что происходит в бою. То есть, не мы делаем что-то тактически, там, не мы нагнетаем, не мы давим. Мы просто стоим в позиции и все, что вокруг нас происходит, оно само происходит. Мы просто стоим, не подставляемся особо и стреляем по тем, кто вылазит. Все. Это как бы уровень среднего игрока. В этом вся суть этого видео. Я вам хочу объяснить, если вы более-менее средний игрок, куда вам двигаться дальше. вам нужно как-то научиться играть более активно. Но при этом вам нужно как бы правильно это все делать, чтобы не сгорела жопа от картохи. Потому что, когда вы после начального уровня игры перейдете к среднему уровня игры. А это означает, что вы уже будете бояться и переживать за то, что происходит в бою и перестанете упарываться, как вы делали это в начале. Потому что в начале вы не понимали, что происходит и не знали, куда вы едете, поэтому не боялись. Вы ехали и просто умирали. Потом со временем стали опытнее и перестали ехать, куда попало. А теперь вам снова нужно ехать, но теперь никуда попало, а осознанно ехать убивать врагов. Вот в чем фишка. И здесь нужно как бы себя преодолеть, что нужно играть активнее. В этом суть высокой статистики высокого процента побед и высоких результатов. Да, в этом бою будет настреляно много урона. Но вы посмотрите на ком мы настреляли урон. арты в бою не было. Мы стояли весь бой в свету на одном месте. Нам было комфортно, тепло и хорошо, при этом мы просто стояли. Все враги сами под нас вылазили, мы ничего не делали. При этом еще один раз мы умудрились подставиться так, что нам дали урон. То есть мало того, что у нас все было комфортно и хорошо, даже в этой ситуации человек умудрился слить хп. И он еще не один раз покажет, что он не следит за всем боем и будет подставляться. Он снова подставился, есть информация, что танк на центре, один, второй, и мы будем под него подставляться. Видно, что человек за миникарты следит не очень хорошо. И это уже проблема даже на уровне среднего игрока. Потому что да, мы стоим, никуда не упарываемся, но мы очередной раз подставляемся под конвы, стоим бочиной под АМХ 105, и мы подставляемся, 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 мы плохо подстроились под рельеф. Нам неудобно выезжать, то башня не опускается, поэтому выезжаем сильнее. И вот приезжает несмышленый враг, мы даем ему каток, это хорошо, но ничего здесь такого сложного нет. Мы понимаем, что каток пробивается с уроном, ставим его, у него нет ремки, мы его убиваем, но откровенно говоря, враг то никакой. И до этого всех кого мы убили, они тоже никакого уровня. То есть здесь мы показали хорошую выдержку, стояние на месте, сзади заметили врага не так уж и быстро, но заметили. И можно было бы сейчас поехать его и убить. Просто выехать сейчас направо и убить его, потому что здесь бархан закрывает нас от ПТшки. Можно было бы сделать вид, что мы едем налево, он бы стандартов ехал назад, развернуться и без засвета выехать, просто его убить. Просто нагло убить. Но этот игрок не поедет этого делать, потому что это уровень среднего игрока. Потому что он не любит форсировать события, он ждет, когда события вокруг него сами начнут происходить. Он просто стоит и ждет, ждет, когда враги сами подъедут и что-то начнет происходить. Вот уже и конвой сам приехал, и М103 сам тоже там едет, Т30 там от башни, АМХ и так далее. Конечно же мы поехали якобы стандарта убивать, но мы же светимся, конвой подъехал сюда, и АМХ светится, и мы же ехали к стандарту, мы к нему приехали, а что мы башню развернули, мы развернулись на конвой и на М103, который где-то там в дырочке в какой-то светится, но 55-ка тоже средний игрок. Я статистику не смотрел, но я предполагаю, что средний игрок, он мог со своей 1000 хп выехать, убить его, потом с этих дырочек напрячь чуваков, которые здесь, напрячь этих челиков, Т30, там так далее, мог проехать, потом отсветиться, объехать, убить Т30, выехать с центра, убить, просто вот смотрите, у нас собрался взвод средних игроков, и все из них боятся форсировать события, либо боятся, либо специально сдерживать себя, потому что помнят, что когда они были новичками и слабыми игроками, они при активной игре делали много ошибок и сливались, и мы видим, что как только начинается активная какая-то игра, мы снова начинаем ошибаться, конвей выезжает, получает одну плюшку, получил в затылок, и тут повернулся на стандарт Б, потому что он уже все равно получил плюшку с той стороны, и видит, стандарт Б под руку вроде бы у него были правильные действия, как я и говорил, поехать без засвета убить стандарт Б, потому что куда он здесь денется, он забоится ехать налево, потому что здесь союзник с этой стороны, он забоится, уезжать вдаль он тоже забоится, потому что может подумать, что мы от башни выйдем и убьем его, он по-любому будет сидеть здесь, но мы ехали не по канаве, а вверх залезли сюда, вместо того, чтобы по канаве выехать справа, убить и не подставиться под АМХ, чтобы быть в канаве, мы выезжаем наверх, получаем пиздюли, но потом таки ой, с той стороны мы получили пиздюли, но поворачиваемся, хоба стандарт стоит, и теперь стоим в простреле того же самого АМХ, у нас тут слегонца торчит башня, мы стоим, дальше выцеливаем 103, то есть, ну, как бы, а чё, хорошо, что он не стрельнул, или кодетом был, или чё, у него там, тоже АМХ, через время мы увидим, он тоже там поехал кататься куда-то, то есть, в этом моменте нам еще повезло, что мы еще пиздюли не получили, и в целом, вспомните, в этом бою, а куда делось наше ХП, мы даже ни с кем особо-то не воевали, мы постояли здесь, на бугре в начале боя, вылезли наверх, получили в бочину одну тычку, потом вылезли пару раз сюда, опять боком подставились, опять получили пиздюлину, сюда вылезли на бугор, опять получили пиздюлину, мы даже ни с кем не воевали, реально активного рубилова здесь не было, здесь было вялые такие вот мансевания вокруг холмиков, и при этом мы растратили все хп на слабых врагов, которые не особо-то составляли какую-то угрозу, наконец-то мы убили тут м103 и 55-ка наша тоже куда-то потратила все хп, хотя она тоже ни с кем особо не бодалась, и вот суть в чем-то, суть в том-то, что игроки средние, они слабо умеют играть в активный геймплей, они наоборот себя сдержат и пытаются играть позиционочки и посмотрите какой конвой, ну просто сладенький, прям через бугор переваливается, ну скажите, что это просто невероятная угроза для нас, и мы стреляем в него, в каток, все правильно, молодец, со стрельбой вроде бы все более-менее адекватно, он дает нам урон, ну потому что ну тут избежать было сложно урона, и мы его убиваем, это отлично, но наша 55-ка умудрилась сдохнуть здесь в этот момент, подставиться под АМХ и умереть, вы заметили, что весь наш взвод, который в этом бою был, они все подставляются куда-то, причем без явных каких-то опасностей, все потратили хп, но при этом никуда, потому что выезжали сами, не видят безопасный маршрут, не понимают с какой стороны сейвиться, нужно видеть всю карту целиком, и лучше уметь играть активно, вот сейчас АМХ куда-то там уже делся и уехал, и что-то там мог уже делать, мы потратили кучу хп в никуда, и при этом мы играли неактивно, было бы какое-то активное рубилово, въехало бы в нас два танка, они бы нас целиком убили с таким вот скиллом нашим, и теперь потратив кучу времени, мы едем вперед искать АМХ 105 на ПТ-шке, при этом ну просто выезжаем, честно говоря, как-то сильно мы выезжаем, но в целом там не особо прострелы, но он мог бы нас и убить, мог бы нас и убить, да и в целом и голову мог пробить, ну ладно, мы поняли, что он на центре, фиг с ним, но в целом в чем самая главная ошибка, и что прослеживается больше всего в этом бою, вообще, что я хочу вам донести, чтобы вы поняли, может быть, как-то я не сильно складно рассказал в этом бою, но в целом можно по пунктам выделить, это то, что нужно играть активнее, четко видеть карту весь бой, и уметь не подставляться под те танки, про которые есть уже информация, многие хорошие игроки не подставляются под некоторые места, даже не имея информации, потому что, скорее всего, оттуда будет опасность, а здесь, в этом бою, наш игрок наподставлялся под те танки, про которые еще и была информация, то есть, ну это нельзя так делать, слито все хп, и при этом по справедливости слитого хп, можно сказать, что только конвой, который прям в нас упоролся, только он должен был нам наносить урон, все остальные разы мы сами неправильно выезжали из-за холмов, неправильно подбирали рельеф, неправильно из-за него выезжали, у нас не опускалась пушка, поэтому мы выезжали сильнее, подставлялись, и подставлялись под танки, которые светились, и мы знали, где они находились, и откуда по нам они будут стрелять, мы знали, с какой стороны ждать угрозу, но при этом мы оттуда не сейвились с той стороны, и в целом мы играли очень пассивно, а при любой активности мы тратили хп, чтобы стать сильным игроком, нужно играть активнее, меньше тратить хп при активной игре, при пассивной игре мы вообще не должны тратить хп, в этом бою мы играли максимально пассивно, и потратили все свое хп, в конце боя у нас должно было остаться не меньше половины хп, а у нас тут осталось 300 хп, а потратили мы буквально 340 хп на конвоя, там мы не могли избежать урона, все остальное мы могли избежать, и с этим хп мы могли бы просто на АМХ кидаться как угодно и тупо душить его своей пушкой, и победа была бы у нас в руках, плюс этот бой можно было не довести до такого состояния, если бы мы вовремя разменивали своих союзников, и они не умирали бы бесплатно, плюс нужно играть активнее и четче, ну а здесь в конце уже все понятно, просто АМХ приедет, у него есть хп, у нас нет хп, он нас в любом случае убьет, плюс еще не повезло мы не сбили ему каток, даже если бы сбили, он бы починился и тупо добил бы нас, потому что мы на перезарядке, и все, с вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok